Многих спортсменов, уходящих в армию, интересует вопрос, смогут ли они продолжить тренировки, находясь на службе Отечеству. Канал Тестестерон ТОП расскажет вам о спорте в армии. Данная сеть подкастов содержит уйму армейского лексикона, выражений и мата. Все имена вымышленной, номера войсковых частей и другая информация, находящаяся под охраной службы защиты государственной тайны, не разглашаются. Приятного просмотра! В моей призывной команде было много титулованных спортсменов. КМС и мастера спорта по самбо, борьбе, боксу, рукопашному бою, фехтованию, легкой атлетике и гиревому спорту. Обычно мастеров спорта забирают в спорт роты, или же по связям переводят на теплые места, где они могли бы продолжить свои тренировки. Но большинство, конечно же, больших связей не имеет и попадают в обычные роты, где варятся в одной каше со всеми. Отношение к спорту в армии неоднозначно. К примеру, на КМБ первые две недели нам вообще запрещали даже подходить к турнику. Зато неделя и позже задрочили физической подготовкой, в частности с подтягиваниями. Очень часто в армии запрещают заниматься спортом за косяки или травмы. Ведь травма в армии это куча отсчетов, проверок и так далее. Ибо солдат должен быть здоровым. А если у него травма, то командирам нужно отвечать за это перед вышестоящим командованием. Причем за каждую царапинку на теле солдата. К примеру, один парень на спорту уголке потянул связку. И в этот же вечер из любимчика командиров он превратился в пидораса. Так как командиры всю ночь писали на него расследование по факту его травмирования. И параллельно покрывали его всевозможными оскорблениями. Спортивный уголок это специально отведенное место в казарме для занятия спортом. Во всех частях выглядит по-разному. В уставе нет точных установок, что там именно должно быть. Более того, не в каждой казарме есть спортивный уголок. К примеру, в моей роте его убрали после того, как вечером два идиота подрались возле спортивного уголка. Причем это было в самом начале службы. И в этот же вечер спортивный уголок приказали убрать. Не знаю вернули ли его сейчас, но до конца нашей службы в роте не было спортивного уголка. Обычно спортивный уголок имеет стандартный набор. Турник, иногда брусья, скамье для жима, штанга и парагантель. Но в некоторых частях, к примеру в Подмосковье, я видел наикрутейший спортивный уголок. Там было абсолютно все. Груша, боксерские перчатки, лапы, макевары, тренажеры, разводки, площадки для приседа и жима, гири, куча различных гантелей и даже беговая дорожка. Полноценный тренажерный зал. Однако спортивный уголок, каким бы крутым он не был, является лишь средством поддержания своей физической формы. И для профессионального спортсмена этого будет мало. В том плане, что, к примеру, самбист не сможет устраивать схватки, боксер, спарринги. А про фехтование я вообще молчу. Многим спортсменам обещают частый выход в город для тренировок. Но на моей памяти был только один такой случай. Когда мастера спорта по самбо выпускали в город на тренировки по рукопашному бою. Так как он участвовал в турнире вооруженных сил по рукопашному бою. И то недолго. В целом, на твое развитие, как и на твое здоровье в армии всем насрать. И тебе дадут развиваться только тогда, когда это кому-нибудь будет выгодно. К примеру, на чфизу. Безусловно, спортом в армии занимаются все. Но для достижения каких-то спортивных результатов этого мало. Многие из вас будут удивлены. Мол, как кто-то может запрещать заниматься спортом. И еще раз повторюсь, что в армии все должны быть наравне. Каждый, кто в чем-то выделяется, по каким-то параметрам не должен мешать коллективу. К примеру, одному пареньку запрещали отжиматься по вечерам, потому что он был просто огромным. И, соответственно, дико потел. И запах пота от него разносился на всю казарму. В армии ко всему нужно подходить с умом и даже к занятию спортом. Если вы хотите подтянуть физические данные, дерзайте. Поверьте, даже не имея спортивного уголка, можно заниматься при помощи товарищей и полотенца. А питание и стабильный сон по распорядку дня окажут вам поддержку в вашем начинании. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересных видео. А также ставьте лайк, ибо это мотивирует меня делать ролики чаще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!